Вот послушай, что мне пишет маркетолог Это значит маркетолог АвтоВАЗа Нашего дилера, который здесь находится Я хотел у них попросить Весту Гениально просто Надо это как-то с интонацией читать Так, все Я говорю, здрасте, там, добрый день Нужна машина на автоматической Веста трансмиссии Робот или вариатор Как говорить не могу Пиши конкретно, что тебе надо Я говорю, типа, нужна машина Веста на роботе Есть там 2-3 часа Опиши, какой обзор будешь снимать Опиши, мне надо понять, для чего тебе машина Я говорю, нужна для сравнения с полу С Солярисом, какой мне резон Полу у кого берешь Я говорю, а что нам Мне резон какой Он говорит, мне какой резон Я говорю, ну оставлю ссылку на вас Там, типа, благодарность будет Вот уже у вас сейчас благодарность идет У кого полу берешь И все Я говорю, ну ссылку на вас Он говорит, пишет, и все А я говорю, а что ты хочешь Хочу упоминание 3 раза Гарантии, что обзор будет положительный И ссылку с контактами Под твоей рекомендацией Я вот понял, что в принципе Веста же мне несложно Вот, пожалуйста, подписчики Вот мне просто подогнали Идеального на стиле Практически в черном пакете На вариаторе Я начал тут уже смеяться Я говорю, накидай критерии положительности Ну, в общем, это вообще было весело Субтитры сделал DimaTorzok Так и так, всем привет И сегодня у нас большой сравнительный тест-драйв лучших автомобилей B-класса На который сейчас у нас, конечно же, огромные очереди Все их избирают в любых комплектациях и все остальное Поэтому я давно хотел это сделать Каждый из этих автомобилей я уже протестировал отдельно Рассказал про техническую конфигурацию Все остальное Это есть в ссылочках в описании В плейлисте B-класс Там все подробное С чего он состоит Что там как Поэтому сегодня мы, в принципе, зафиксируемся На сравнении этих автомобилей Поэтому сравним мы динамику Сравним шумо- и виброизоляцию По своим личным ощущениям И по приборам Сравним их клиренсы Багажники И, естественно, комфорт салонов Итак, хочу представить всех участников теста Потому что я опять их очень долго собирал И те конфигурации, которые я собрал Мне кажется, они очень актуальны на сегодняшний день Итак, у нас начинается Шкода Рапид У нас 1.6 Обычный автомат шестиступенчатый Хендай Солярис 1.6 Шестиступенчатый автомат Двойник Шкода Рапида Но совершенно по технической части Другой автомобиль Это Фольксваген ПО-седан У нас 1.4 TSI То есть, в принципе, да Можно было бы взять Просто Солярис Полуседан и Веста И сравнить Но тут у нас конфигурация Совершенно другая Она тоже будет интересна Как она себя ведет И, соответственно, у нас Наша Лада Веста Прекрасная На вариаторе Еще раз Огромное спасибо подписчикам За то, что так мне помогли Так как, в принципе, наш дилер Не предоставил мне автомобиль На сравнительный тест-драйв Сказав, что у них этих автомобилей Нет Черная Как обычно Хром-пакет Все классно 15-е колеса Легкая тонировочка В общем, на стиле Конечно же, стильные диски От себя всегда владельцы Веста Добавляют Чтобы она смотрелась круче Но, как минимум Веста смотрится Агрессивнее Начнем мы, конечно же С безопасности Самое главное В автомобиле любого сегмента Да? Потом уже перейдем на цены Значит, самый безопасный С учетом того, что я изучал И Еврон Кап Как били в Европе эти машины И Авторевью Авторевью по своему рейтингу Единственное Издание, которое било все эти тачки И как они распределили свои баллы То есть, на первом месте у нас идет Солярис На втором месте у нас идет 16 баллов максимальных он набрал Потому что клетка при ударе Не тронута Напоминаю, что бьют они по методике Еврон Кап То есть, на скорости 64 км в час Автомобиль врезается в 40-процентное Сминаемое перекрытие Соответственно, первый у них Солярис На втором месте идет Веста Что неудивительно И полуседан идет на третьем месте Ну, в принципе, это одни и те же кузова Но там разница совсем небольшая Что интересно Результат, с которым Веста была в 16-м году У них показал второе место Но они сделали тест доработанного автомобиля В 17-м году В котором они доработали Вот эту стойку То есть, они усилили жесткость И АвтоВАЗ сделал дополнительные ребра жесткости в пороге И там, они били Весту Кросс Она набрала меньше баллов Так как почему-то из-за этих усилений Пол просел То есть, он сомкнулся Соответственно, у нас главный показатель любого автомобиля При ударе Кузов при 64 км в час При 40% спинальном перекрытии Кузов должен спокойно открываться Люди должны выходить Но Веста Кросс С измененными доработками Показала еще хуже результат Поэтому тут спорно Но Что все-таки лучше Полуседан или Веста По безопасности Но одно точно В любом случае Что Солярис По их рейтингу Не превзойден В любом случае Пока я, к сожалению Не могу позволить себе бить автомобили Но я думаю, что скоро мы до этого дойдем Причем Академик уже Делает это все в столб Я хочу как-то более это Более оценочно что ли То есть если столб План 1 Короче Итак, давайте теперь по ценам Естественно, если вы откроете Автору То там вы увидите Все эти прекрасные автомобили Практически За 900 тысяч Можно купить Эти все автомобили Причем все эти автомобили Пройдите по ссылочке Посмотрите Вы можете купить Именно в обычной комплектации Например С обычной автоматической коробкой Вот прям вот все Ну кроме, конечно, Веста Веста она подешевле Можно купить Просто кондиционер Аудиосистема И обычный автомат За 900 с небольшим То есть это стартовые цены Этих автомобилей Не пугайтесь сейчас Тех цен Тех цен Которые я буду называть Это на самом деле Очень Такие суммы Внушительные Итак, начинаем Значит У нас стоит Шкода Рапид 1.6 Как я сказал Обычный автомат 1.208.000 И плюс на 83.000 Здесь сделали допы То есть это Шумоизоляция днища Что не очень хорошо Но у нас есть Стандартный полуседан У нас Старлайн С приложения С телефона У нас Дополнительная Защита И защита радиатора И защита поддона Все Вот 83.000 Они добавили Значит Hyundai Solaris У нас без допов Автомобиль стоит 1.213.000 Это максималка Которая даже По-моему В прайсе нет У нас Кожаный салон И соответственно 1.6 И автоматическая Коробка передач Ну вот у нас Вот главный Жирный конкурент Это настоящий ВАГ Это настоящий ВАГ Это прекрасный Полуседан 1.4 Турбо 125 сил DSG Почему я говорю Именно DSG И турбо Потому что Это очень серьезно Влияет на цену 1.308.000 Рублей Самый дорогой Участник нашего теста Здесь есть все В том числе Комбинированный цвет Как вы видите У нас машина Белая Черная Крыша Но это можно Сделать в любом Мне кажется За 1000 рублей В любом Детейлинг Отелье По крайней мере На полуседан У нас стоят Большие черные Красивые диски У нас замечательные Пакеты Комфорт В общем Это максималка Которая может быть В полуседане 1.308.000 И наша прекрасная Веста Рено Мотор ТО 13 сил Вариатор Джатка То есть 845.000 Стоит Такой автомобиль На данный момент С одной стороны Машина Самая дешевая Но с другой стороны Машина Самая широкая Что касается Размеров То самая большая база Опять же У нас колесная база У автомобиля Лада Веста То есть Колесная база От расстояния От передней До задней оси После нее У нас идет Шкода Рапид И потом у нас Конечно же Ее двойник Полуседан И самая маленькая Колесная база У нас У Соляриса В том числе Самый Самый длинный Автомобиль У нас опять же Является Шкода Рапид Так как у него Морда Немножечко Капот Немножечко Вот именно Морда Длиннее Чем у полуседана Заявлено Опять же Самый высокий Клиренс У нас у Веста То есть По размерам Если рассуждать Большая колесная база Ширина Дорожный просвет То Веста По параметрам В принципе Всех обыгрывает Рапид Только немножечко Длиннее И кстати Он еще и тяжелее Внешность Опять же На вкус и цвет Не буду ни с кем спорить Кто-то скажет Что Веста Это настоящий Трушный российский дизайн Круто смотрится Но это заслуга Автора Значит Кто-то говорит Что ему нравится Морда Вольцвагена Кто-то Самый широкий Здесь смотрится Вот Солярис И Поло Да Потому что у них Синдром Тигуана Это когда Передние фары Заходят На расширение крыльев И машина Смотрит Действительно Внушительно Но не буду говорить Давайте устроим Небольшое голосование Какой на ваш взгляд Автомобиль Смотрится Лучше всех Но единственное Конечно Вот если Вот прям до внешности Вот что мне не нравится В прошлый раз Я отмечал В Поло То есть Это вот Вот этот Так называемый Антикор То есть вот сопливый Который вот здесь Вот находится Как я в прошлый раз Показывал В Хюндай В Солярисе Такого нет Тут все ровненько Четко сделано Дальше У Соляриса Опять же Обратите внимание Не торчит Трос ручника А все уже Кому не лень Рассказали о том Что как плохо Что на Рапиде И на полуседане Торчит трос ручника Но здесь Да Они конечно Как-то Ну вот эту стяжку Вот стяжка Здесь Ну можно же Подтянуть Чтобы вам Вы о этом не говорили И опять же Ну вот с точки зрения Вот Даже не дизайна Но Солярис Как-то смотрится Более собрано Ничего не торчит Пружина не выпирает На стаканах На мой взгляд А по дизайну Уже это ваше дело И еще Почему например Сейчас спрос На эти автомобили Именно на Б класс Так как сейчас Выдают семьям С одним ребенком Десяти процентную скидку Соответственно Машина И на автомобили Отечественного производства Все они попадают В этот список То есть За полтора берете Машина обходит Миллион триста пятьдесят За миллион берете Машина обходится Девятьсот тысяч То есть Ну в принципе Тоже это такой Небольшой ажиотаж Так что Давайте теперь Про техническую часть А теперь давайте Отличемся от автомобилей И сегодня Я хочу с вами поговорить На одну очень интересную тему Я думаю Что многие смотрят Это видео Владельцы Различных бизнесов Маленьких бизнесов Крупных бизнесов И может быть Кто-то сейчас Думает начать Из чего начать И какие инструменты Нужно использовать Потому что В нынешние времена На самом деле Очень сложно Развиваться И поддерживать бизнес Потому что Сами понимаете Пандемия Коронавирус Все это Конечно заставляет Всех быть Постоянно на пределе И использовать Правильные инструменты Для своего Прекрасного бизнеса И сегодня Я хочу рассказать вам Про один из таких Инструментов Это Ама Корпоративный мессенджер Создан для тех Кто хочет эффективно Выстраивать коммуникации И бизнес процессы Начиная бизнес Или развивая свое дело Важно использовать Всегда правильные инструменты Ама Корпоративный мессенджер Это верное решение Для ваших задач С его помощью Вы сможете Создать единый список Сотрудников С всеми контактными данными Включая должность И имя с фамилией Найти коллегу по должности Даже не зная Как его зовут Создать общие группы И чаты для сотрудников Сконструировать бота Помощника Чтобы оплатить счет Например Или отправить заявление На отпуск Для команды 12 человек Сервис полностью бесплатный И конечно же Ссылочки на него Я оставлю В описании Переходите Смотрите И будьте лучшими Вместе со своим бизнесом Итак Самая распространенная Комплектация У полседана И у Skoda Rapida Так как они братья-близнецы Напоминаю У них одна и та же платформа У них одна и та же конфигурация Подвесок В принципе Как и в целом По классу Потому что у всех Макверсон Сзади идет балка 1.6 атмосферный двигатель MPI Соответственно У нас Второй Как говорится Stage Потому что первый Stage у нас идет 90 лошадей Который идет в базе Шестиступенчатой механикой У нас соответственно 110 сил И обычный Шестиступенчатый Автомат Агрегаты Давно уже ходят Хорошо себя зарекомендовали Кроме того Что они очень любят 98 сотый бензин Попробуйте залить Машина действительно Поедет лучше И будет есть меньше топлива В принципе все То есть хорошо Надежно Проверено И Ну безотказно работает Значит дальше У нас Solaris 1.6 123 силы Опять же Шестиступенчатый Автомат Всем известный мотор Один из самых Надежных моторов У Концерна Kia Hyundai До сих пор Уходит без проблем Есть конечно Проблемы У двухлитровых моторов И двух с половиной Знаете Вы все прекрасно Задирами Но как бы Этот мотор Ездит без нареканий Единственная проблема Которая у него может быть Это с катализатором Или с плохими Или с плохим топливом Поэтому В принципе Да Теоретически Это небольшая Такая золотая середина Между 110 сильным Таким более-менее Слабеньким Вагом И более мощным DSG Turbo TSI Так как он Стоит Примерно так же Как и Rapid Но По мощности Он Теоретически Быстрее Должен быть Быстрее На dragstrip Что мы сегодня И проверим И опять же Штиступенчатая коробка передач Макферсон Задняя балка То есть Все надежно Все хорошо Не замудрили Но опять же Ту конфигурацию Которую же бы Я выбрал Конечно же Для себя Это 1.4 TSI Моторы научились Делать Наконец-то Беспроблемные Так они Также они научились Перепрошивать Правильно Коробки Сухие сцепления Говорят что Типа Раньше Мы слышали Много проблем О том что Эти автомобили Там Коробки Именно ломаются Не едут ДСГ Шьется на ура И Тут и мотор Шьется за ура За 20 тысяч рублей За 30 тысяч Вы можете откатить Сделать 180 сил Современные прошивки Рева АПР Позволяют вам Перед ТО Откатиться в сток Пройти ТО Если даже на 180 силах Вы себе разорвете коробку Стираете ошибки Езжаете к дилеру И говорите Вот не выдержала Вам ее Меняют По гарантии Поэтому Самый крутой Самый мощный Самый эффективный вариант С точки зрения потенциала Для тех Кто любит Быструю езду И без проблем 100 тысяч Подубасить на машине А конфигурация Такая же Макферсон И сзади у нас Конечно балка Везде на автомобилях У нас Дисковые тормоза Что хорошо Я так немножечко думаю Неужели на Вести Так значит И значит Наша отечественная Веста Замечательная Рено мотор 4 цилиндра 1.6 113 лошадей Ну Достаточно известный мотор Вариатор Джатко В мире вариаторов Это нормальный Абсолютно Надежный Вариатор Да То есть Они стоят на Экстрейле Они стоят на Полноприемных Тианах Такие вариаторы Поэтому Для вариатора Это хорошо Да То есть Опять же У нас Передняя подвеска Макферсон Сзади Балка Изначально Могу сказать Что скорее всего Веста здесь Будет Самая Энергоемкая На прошлых Тестах У нее Хорошая Подвеска Большой Клиренс В общем то Все Замечательно И все Хорошо А давайте Ка мы Сейчас Попробуем Проверить Клиренс У этих Автомобилей И так Простым Дедовским Способом Будет Делать Некоторые Испытания Клиренса Не будем Там с линейками Вот просто Обычное Препятствие 165 Миллиметров Соответственно Это все Наши Приоры Двеначки Сейчас Мы проверим Потому что У всех Автомобилей Заявлен Плюс-минус Примерно Такой же Одинаковый Клиренс Все Наши Автомобили Участники Теста На 16 Колесах Поэтому Будем Проверять Вроде 16,5 Сантиметров Так мало Звучит Это Короче 165 Веста Она Задела И он Прям Перевернулся Но Проехала Прям Защитой Она задела Чуть-чуть Давай Теперь Так же Полуседан Напоминаю Что я Конкретно Мерю Не дорожный Просвет А клиренс Клиренс Это расстояние От самой Нижней точки До земли Соответственно Сейчас Самая нижняя Точка У Весты Была Низ Защита Мотора Картера У Полуседана Это Свес В районе Передней Подвески Нет Стоп Это Защита У нас Из 165 У нас Нет К сожалению Все Назад Нет У нас В полуседане Давайте Попробуем Солярис Давай Давай Нет Все Стоп Вот видно Да Замяло То есть Интересно Что Солярис По конструкции Самая низкая Часть Тоже Защита Картера Но Вест Он Выше Нас Полуседане И Так Добро Пошел Стоп Тачка Как будто Приподнялась Назад Все Точно У нас Понятно Что В этом Тесте Веста Выклала Потому что Самый Заразный Процед Проехала Она Достаточно Легко Ну Прям Чуть Чуть Задела Ну Не 165 164 С Половиной Может Там Клиренс И Конечно На Порядок Автомобиля Погет Итак В каждый Автомобиль Я сажусь С небольшим Запасом Таких Вещей Которые Мне надо Тут Расположить Во-первых Мы должны Расположить Ключ Телефон Ну Банку 033 Или Аналог Стаканчика С кофе И Соответственно Негазированную И литровую Бутылку воды Значит Ключ Мы Либо В кармане Либо Вот здесь Есть место Такое Стаканник Подстаканник У нас Здесь Это Литровый У нас Идет В боковой Карман Очень удобно Ложиться Телефон Вот Телефон У нас Уже Небольшая Проблема Потому Что Положить Его Либо Сюда Под Рычаг Соответственно Соответственно Но почему-то Здесь Зарядка Type-C Это не очень удобно Даже если Сюда Его положу То есть Не очень Будет удобно Брать его Из-под Ручника Сейчас Я сяду Как неудобно Так Так Соответственно Или мы можем Положить его Сюда Но мы не будем Его видеть Поэтому Скорее всего Вот у меня бы Он валялся На сидении Зарядки Вот здесь Две Но Это Type-C Как я уже Сказал По салону Мягкий Нет Не мягкий Прастик Такой Достаточно Простой И элементарный Но я не думаю Что в этом классе У кого-то Будет Что-то Прям Такое Действительно Качественное И мягкое Обычный Обычный Салон То есть У нас Ткань Безключевой Доступ Так Что у нас Климат-контроль 20 градусов Камера Заднего вида Мультимедиа Достаточно Быстрая Но Прорисовки Хотелось бы Конечно Покачественнее То есть Она такая Пиксельная Подогрев Лобового стекла Полный Подогрев Сидений Здесь у нас Двухступенчатые Есть Как я уже говорил То есть Зимний пакет Климат-контроль У нас идет Однозонный Соответственно Доступен Авторежим Обычные Аналоговые Приборы Ну в принципе Все Давайте сядем В другой автомобиль Так Садимся В наш Замечательный Солярис Напоминаю Это самый крутой Солярис Который пока Вы можете купить Значит Что у нас Идет Подстаканник Ну Тут она конечно Достаточно сильно Будет болтаться В общем И теоретически Нет Сюда она не помещается Помещается она Опять же В боковую дверь Достаточно удобно Значит Дальше Телефон Мы можем положить Сюда То есть Это удобнее Чем у нас В Рапиде То есть Мы будем Видеть Кто-то звонит Или еще что-то Зарядка У нас же здесь USB для него Соответственно Есть два Прикуривателя Сзади То есть Проблем с зарядками Или еще с чем-то С навигаторами С антирадарами Прикурить точно не будет Здесь вот этот Достаточно удобный блок Не Type-C Два непонятных Которые у нас пока В немцах Ну так скажем В немцах Ключ Мы можем положить Или сюда И соответственно Рядом с телефоном То есть Сейчас я Отрегулирую под себя Ну Пластик здесь Примерно такой же Как в Шкоде Но Вот кажется Вот эта часть Более Из более дорогого Сделана Здесь конечно Все подешевле Мультимедиа Здесь конечно Вот визуально Немножечко Попроще Да То есть Здесь она такая Более мультяшная И кажется Что вот экран Как будто поставили Вот сюда Вот Ну это как будто Доработка Где-то вы В каком-то Ателье заказали Но здесь у нас Есть из приятных Яндекс навигатор Который почему-то У нас не работает Камера заднего вида У нас есть Но качество Конечно похуже Чем в Рапиде Меню Тут все пусто Все меню Здесь радио Подключить можно Смартфон Блютуз настроить Телефон подключить Руководство Но мультимедиа Конечно уступает Шкоде Давайте попробуем Настроить под себя Опять же Полный зимний пакет То есть у нас Полностью обогревается Лобовое стекло Двухступенчатый Подогрев сидений Но здесь вот Место вот так вот Побольше чем В Шкоде И на мой взгляд Все таки Сидения здесь Немножечко поудобнее А пластик везде Такой Посредственный То есть Но У нас тут красная строчка Обратите внимание Здесь какие-то красные Вставочки То есть такой признак Топовой комплектации Подогрев руля Есть и там и там Все Давайте сядем Следующий автомобиль Полоседан Но здесь Прям как В Аудиссе У нас Полностью Электронная панель Приборов Очень солидно Большой дисплей Тут какая-то У нас такая Типа шелкография Что это Ну Смотрится очень Внушительно Прям самый дорогой Мне кажется Веста вряд ли Сможет нас удивить Самый дорогой Салон Значит Опять же Тут вот это Все то же самое Что и в Шкоде Если вы не заметили То есть все то же самое Мы кладем Баночку сюда Ключи сюда Телефон Мы кладем Вот сюда И соответственно Тут Вот прям Шкода Вот я сейчас Вот все разложил Прям Шкода Соответственно Бутылочку мы кладем Вот сюда Все Но Обратите внимание За миллион триста Вы получаете уже Полностью цифровую приборку Прям виртуальный Кокпит В Аудио Он бы назывался Огромный дисплей Блин Ну миллион триста Это конечно Издевательство Так по большому счету Сейчас же новая Октавия выйдет Она Будет стоить В начальных комплектациях Так же Так Ну что Включаем Здесь опять же У нас мультимедиа Меню Все достаточно быстро Но Круче чем в Шкоде Прорисовано На самом деле 19 литров 19 литров А 19 13.6 литров Средний расход Ну конечно Сейчас я ехал Достаточно быстро Телефон Радио Примерно Все то же самое Что и в других Автомобилях Только здесь Исполненное И сделано Очень качественно Камера заднего вида Как вы видите Причем здесь у нас Сбоку Еще по парктроникам Он распределяет Чтобы лучше ориентировались Не 360 Но тем не менее Тоже очень Полезно Сидения Все таки В Солярисе Были получше Но здесь Мне очень нравится Здесь мне очень нравятся Такие комбинированные То есть Вот если бы Какая-то еще была Боковая Спина Спинной подпор Вот спина Вот Было бы неплохо Но Кожаная окантовка То есть Тут какой-то намек На замшу Алькантару Ну в общем Сидушки Вот по качеству Самые крутые здесь Но с другой стороны Шкода Почти тоже Миллион триста Стоит Со всеми допами Как я и говорил Все что можно Запихнуть сюда То есть Это Зимний пакет Опять же Двухступенчатый подогрев Климат-контроль Однозонный Круиз-контроль Датчик Света Датчик Дождя В общем Все круто Все хорошо Садимся в Весту Ну Веста Давай Не подводи Широкий салон Мультимедиа Конечно Никакой здесь нет Значит Это мы Сюда Ключ у нас В замке Потому что У нас доступ Безключевой Отсутствует Телефон Ну вот Не помещается Сюда Айфон Сюда Его тоже Никуда-то Он будет Везде Вваляться В общем Сюда Ну и Бутылка Литровая Ну Сюда Можно Но Ну конечно До мелочей Вот они чуть Не доработали Все как Так По комплектации Значит Сейчас я сяду Везде В автомобилях У нас Механические регулировки Конечно же Сидение Самое Неярко То есть Неярко выраженный Боковой поддержка Такое самое большое Немножечко Размашистое Да То есть Профиль Хотелось бы Вот как В других Автомобилях Чтоб тебя Как-то немножечко Хоть обнимали Здесь Сижу я так Чувствую себя Худым В этих сиденьях Значит Климат-контроль Что у нас Тут есть Подогрев Лобовухи То же самое У нас Опять же По зарядкам Здесь у нас Есть USB AUX 12 12 12 выход Климат-контроль У нас Единый Ну и Конечно По салону Ну Пластик Чуть-чуть Похуже Чем у Конкурентов Но Места В машине Кажется Больше Чем Чем В конкурентах Подогрев Лобовухи Ну в принципе Вот Все Никаких Камер Заднего вида У нас Нет Сейчас Я вот Сяду Сам за собой Вот так Вот Наверное Поеду Попробуем Сравнить Места Для задних Пассажиров Итак Сажусь Сам за собой Мороз Метр 92 Что Достаточно Много Места К услугам Задних Пассажиров Здесь у нас Двухступенчатый Подогрев Опять же И две Type-C Электростеклоподъемники Здесь небольшое Такое Место Для бутылки Какой-нибудь Вот Не упираюсь я Головой Места везде Много В принципе Мне нравится Это прям Все хорошо Тут у нас Еще есть А Тут у нас Еще есть Лючок Для перевозки Длинномеров То есть Чтобы Все у вас Сюда помещалось Очень удобно И практично Солярис По ощущениям Да Мне кажется Места здесь Меньше Одна USB Зарядка Подогрев Сидения У нас Здесь Сбоку Электростеклоподъемник Хотелось бы Конечно Какой-нибудь Подлокотник Но к сожалению Его здесь Нет На Врапиде Мне понравилось Более И вот Над головой Место Я уже Упираюсь То есть Врапиде Было лучше Сзади Ну Здесь То же самое Все и Шкоде В полуседане Опять же Копия Расположения Подогревов Type-C Здесь Соответственно Так же Такой же У нас Идет Подлокотник Один в один И лючок Для перевозки Длинномеров Все то же самое Вот прям Как в Шкоде Сижу Все классно Ну Вести Ого Машины побольше Веста побольше Но конечно Именно С точки Места здесь Больше Именно По По размерам Но Хочется Конечно Более Какого-то Комфорта Для задних Пассажиров Тут у нас Ничего нет Один Прикуриватель Один Подогрева Здесь нет И электростеклоподъемник Никаких Подлокотников Нет ничего Но места Здесь конечно Больше Поэтому все же Все же Конечно Номер один У нас Шкода Тире Полуседан Ну как Нельзя Полуседан Ну короче Школа И полуседан И Рапид Полуседан Значит у нас По задним Местам Лучше нам Теперь про багажники Это очень важно Особенно автомобиль Б-класса Если он на всю семью Это поездки на даче С родителями С детьми То есть Коляски Саженцы Мешки С картошкой Это все должно Помещаться в этот автомобиль Это очень важно Значит давайте попробуем Так у нас Электропривода Конечно в этом классе Нет ни у кого Открывается все У нас С ключа Полку мы можем убрать Ну тут 510 литров Что уж говорить Шкода Ну не знаю Владельцы Шкодов Любят говорить Про свои багажники Да То есть Вот смотрите Вот пожалуйста Вот люк у нас В принципе Можно и сидушку Даже не откидывать Вот этот люк Открывает доступ Доступ к салону Вы можете Все какие-то доски Положить И там еще может Сидеть народ Ну классно Тут у нас Дополнительные крючки Есть Какие Фиксация То есть Вот какой-то Какая-то еще Вот ниша есть Здесь у нас Опять же Есть замечательные Такие вот Вещи для багажника Где вы можете С нами Сконструировать Так скажем Свою там Нишу Нишу Идеальную Там да То есть Как-то Что-то зажать Чтобы вот Все стояло То есть Это будет все Преграждать То есть Очень удобно Но я думаю Что В полуседании Такое должно быть Тоже Если это Копия Рапида И удобный Уже коврик Идет Такой Для наших условий Просто Самое то Если конечно Мы откинем сидение То это будет Просто Пикап Б класса Ну прям супер Очень практично Солярис Значит у нас Открывается Он также С ключа Но здесь Почти Сам Открывается Багажник Естественно Меньше 480 литров Так Ну тут у нас Запаска Что у нас Дополнительные Фиксаторы Для каких-то Может быть Таких Опасных Грузов Вот А сидушки У нас Складываются Ну конечно Не сравнится В любом случае Автомобиль У нас С Рапидом И Полоседаном Ну Полоседан Это в проект Практически Тут Что багажник Мы Так внимательно Смотреть не будем Практически Полная копия Хотелось Лишь Посмотреть А почему У них нет Вот этих Конструкторских Таких вещей Которые Вот делает Багажник То есть Вот этих Вот Почему-то Здесь нет Может конечно Дилер не положил Или может Это особенность Шкоды Если это Особенность Шкоды Самое главное Вот смотрите Интересно В полоседане Что мне не понравилось В Шкоде В такую же цену В таким же Багажником Есть вот эти Вот Такой Мини трансформер Для багажника Вот эти полочки С липучками Есть Скребок Ну Это знаете Это вот Типа фетиш Всех Шкодоводов А в Полоседане С такой же Конструкцией Нет ни этого Не Тут даже Предусмотрено Место для него Вот смотрите Вот тоже место Здесь есть Написано 98 бензин Вот о чем я говорил Вот он Прям сюда Как родной Встает Но его сюда Не положили Прикинем Взрыв мозга У кого-то Будет Если тут Оставить У Веста У нас Багажник 480 литров Достаточно Удобно Реально Сюда удобно Загружать Как будто Вот прям Маленький Универсал Такой Сюда Вот вы Мне считаете Может гопником Но мне нравится Как Веста Визуально Смотрится Вот эти вот Колеса Она высокая Стала Еще понимаете Вот сюда Еще Какой-нибудь Гудрич Поставить 16 Такую АТ С белыми Надписями Она такая Будет Сочная Стильная Так Багажник У нас Средних Размеров Полноразмерная Докатка Запаска Лежит И соответственно Сидушки У нас Тоже Раскладываются Задние Итак Дорогие друзья Дрэк рейсинг У нас начинается Первый едет У нас Атмосферный Рапид Шестиступенчатый Автомат Против Атмосферный Веста На вариаторе Едем С выключенными Климат-контролями Но Без С включенными Системами стабилизации И в общем-то Вот В обычном Таком Городском Режим Я еду Газ в пол Я в шоке И рейсинг Показал Тринадцать Один У нас Блин Веста Валит Теперь Пробуем Тормоза Эффективность Тормозов Да и по-моему Тормоза у Веста Получше Значит по тормозам Тоже да То есть Чуть-чуть Веста Немножечко Лучше Ну Такое Принципиальное Не принципиальное Конечно Но по факту Веста лучше Так Теперь смотрите Вот С1 С1 Режим Климат Выключен Все нормально Третий сигнал Рейс Лоджик Включен Но На приборах Вы все видите Пробуем Причем Веста вообще В обычном режиме Готов Вот сначала Вперед И до свидания Но на приборах Видите Эду Газ в пол Все Уходит Причем Вот сейчас Будет Третья Сейчас вот Она поехала 12.8 Это лучшее Что удалось Показать Итак Друзья Сейчас Ваг Будет Мстить Всем Так как У нас Пол Седан Против Хендая Соляриса Сейчас Будет Просто Унижение Всего Что Существует Так Рейслоджик По нулям Еду Без Климат Контроля В спорт Режиме С включенной Системой Стабилизации В таком же Режиме Едет И Солярис 1.6 Атма 123 Против 1.4 Турбо 125 Плюс Вагодрочешь За рулем Не тупи Да До свидания Блин До свидания Вообще Без вариантов Пушка Я же сказал Что валит Причем Разрыв Просто Жесть Сейчас У меня В обычном Режиме 9.2 Показала Ну как Я сейчас Конечно же Блин Пойду На рекорд Кар Система Исп Выкол Сейчас Посмотрим Какое Смогу Показать 9.2 Я уже Показал 8 8.9 8.9 Ну неплохо Так Ну понятно У нас Что у нас В любом случае Полу Седан Самый быстрый Сейчас попробуем Солярис Против Весты Ну если Веста Объедет Солярис Ну блин Теоретически У них Тормоза Должны быть Одинаковые И Солярис По тормозам Должен быть Лучше Запутанный Получается Почему Настолько Настолько Хуже По тормозам Очевидно Что пола Было Лучше По тормозам Тогда Сейчас Давайте Просто Поедем Попробуем Проехать Солярис Против Я в Солярис Сажусь А ты Весту Итак Ну что Солярис Против Весты 123 Против 124 И Замерим Заодно Наш Замечательный Автомобиль Куда Стой Стой Таз Это Свинство Какое Это Просто 12.1 До 100 Да Это Быстрее Но Веста Веста Валит То есть Веста Едет 11.5 Как Завод Сказал Так И Сказал Как Я Сказал Что Тормоза Очень Хорошие На Солярис Они Мне Понравились Так И Показывается Здесь Действительно Хорошие Итак Дорогие Друзья Ну Тазы Валит Как Всегда Что Тут Говорить Таз Это Таз Итак Климат Контроль На всех Автомобилях Будет Выставлен На 22 Градуса Значит У нас Сейчас В автомобиле Мы По Виброметру Смотрим В приложении С двух Телефонов Поставили Виброметр То есть Мы Фиксируем Вибрацию Звук Звук Тоже Смотрим С микрофонов По Перегрузкам И Соответственно Тоже С приложения По Телефону Они Не дают Точные данные Естественно Это Не приборы Наса Но Тем Не менее Мы Сможем Сравнить Наши Ощущения И Вывод С приборами То есть Какой Автомобиль Именно По Вибрациям Потише И Какой Автомобиль Потише По Издовому Комфорту Но У нас Шкода Рапид Дополнительно Прошумоизолировано Едем В Д Превышение Скорости Уже Фиксируется Ну Тут Что Могу Сказать Удобные Зеркала Классная Аэрономическая Форма Они Прям В них Все Видно Несмотря на то Что они Не очень Большие Соответственно Не создают Каких-то Аэрономических Завихрений Капот Мы не видим Я считаю Что это Минус Для автомобиля Подтупливает Немножечко Коробочка То есть Ко мне Она еще Не привыкла Автомат То есть Сначала На одну Потом На другую Передачу Скачет У нас Есть Ручной Режим Коробки Ну вот У нас Свыше 100 Появляются Аэрономические Завихрения Вот У нас 120 Км Час Даже Чуть Больше 120 Км Час 200 1000 Оборотов На 6 Передачу В принципе Это нормально Но После 110 Уже Появляются Аэрономические Шумы Думаю Что На пол Седания Будет Примерно То же Самое Попробуем Включить Спорт Режим Насколько Она у нас Хороша В поворотах Раскачка Уже Такая Сильная Клиренс Все-таки Они Завышали В отличие От европейской Версии Ну По настройкам Подвески Конечно Рапид Не Для Активной Езды То есть Крены И Пробуем На плохой Дороге Чтобы На скорости 40 км В час Мы едем По грунтовке Чтобы Оценить Акустический И вибрационный Комфорт На наших Плохих Дорогах Даже на скорости 60 Давайте 60 Нормально И Ускорение Газ в пол На прямой Ну конечно Не хватает Вот хочется Вот сейчас Уже Немножечко Вот на мой взгляд Все таки В идеале 1.6 Не хватает Мотора Для Вот Для Вот Чтобы прям Наслаждаться Ездой Чтобы Его было Достаточно Именно С этой Коробкой Очень Начажно Едет Машина Вот У меня Был Тест Драйв Джета С таким Жемотором С такой Жемотором Ощущение Что Машина Одинаково Весит Итак Веста Наша Веста Никогда Не ездил На данной Конфигурации То есть У нас Авторежим Давайте Делаем 22 градуса Агрессивный Климат Контроль Ну как Такой Старт Бодренький У вариатора Сразу Чувствуется Крутящий Момент Тонировочка Ну Шумоизоляция Здесь Не хуже По крайней Мере Чем Вот Не чувствуется Что Рапид Был Прям Как-то Прошумлен Может Ну Конечно Воет Вариатор Но Ненамного Сейчас Мы Посмотрим По приборам Еще Как-то Поагрессивнее Она едет Веста Именно Интересно Неинтересно Ездить Кстати Размерность Изин У всех Автомобиль Одинаковая Зеркала Здесь Побольше Вообще Автомобиль Конечно Автомобиль Вот Ощущается Как Автомобиль Классом Выше Почему-то Реакция На руль Такая Интересная Конечно Может Дико Звучать Но Мне Нравится Какая Она Азартная Пробуем Газ В пол Не чувствуется Ускорение Вроде Скорость Растет Абсолютно Так же После 110 Вот Именно В нашу Погоду Начинаются Такие Завихрения Через Все Проемы Продывает Ветер Для Этого Класса Это Абсолютно Нормально То есть Высокую Скорость На таких Автомобилях Мы чувствуем 10 Литров Средний Расход Будет На этом Автомобиле По словам Владельца Кстати Он ест Меньше Чем 1.6 На механике У него Второй Автомобиль 1.6 На механике И это На вариаторе С Рено Двигателем Едет Комфортнее И меньше Ест Топлива Ну так Как будто Вот Сейчас Ездишь Как будто Что-то С выхлопом Здесь Прям Шумный Глушитель Снизу Вот здесь Вот здесь Где-то Вот прям Да Очень хорошо Рулится машина Я когда Первый раз Еще Весту Тестировал Мне она Понравилась По рулежке И по Вот По Энергоемкости Подвески Но все же Конечно Сюда Хороший Шестиступенчатый Автомат Даже С нашим Двигателем Мне кажется Было бы Идеально Вот опять же Разгоняемся До 120 км В час Но видите До 120 На вариаторе 2000 оборотов А на На шестой Передаче На Рапиде И то же самое Будет на полуседании Будет 2500 оборотов То есть здесь Преимущество Такое будет По расходу топлива На скоростях У Веста Ну вот она Тут еще стоят Диски с вылетом То есть Проставки Сантиметр Рулится Конечно Интересно Мне вот Про лёжки Очень нравится И руль Адекватный То есть Есть обратная Связь Ой Звук колес То у нас Идет Так Лачетти Мы тебя Скорее всего Обгоним Так Едем так же 60 Ну на плохой Дороге Она конечно Получше Тут и колесная База Сказывается И клиренс Вообще Кайк На самом деле А если мы Возьмем Въезд у кросс То это будет Вообще Супер Вот тут Я подпрыгивал На На 60 На Рапиде А на Вести Я проехал Отлично И она Еще на плохой Дороге Рулится Вот в чем Фишка Этой тачки Супер Но Салон Из-за того Что качество Сборки Дерьмовое Конечно Брынчит И разгончик Тут еще Как будто Педаль Так Продавливается Педаль Газа Как будто Есть такой Кикдаун Так Итак Дорогие друзья Едем значит На Солярисе На Солярисе Конечно Более Чувствуешься Цивилизованно После Веста Потому что Кожаный Руль Хотя На Весте Тоже Есть Максимальная Комплектация Климат Контроль На 22 Градуса Тормоза Хорошие Чутки На всех Машинах Кстати Как настроен Педаль Тормоза Это Очень Хорошо Зеркала Здесь Поменьше Чем на Конкурентах И в них Меньше Видно Посмотрим Мотор Но Мотор Вот так Вот На Средних Режимах Слышно Слышно Меньше Чем на Именно 1.6 На Рапиде И на Весте Сейчас Конечно Мы услышим Коробка Лучше Здесь Переключает Чем на Рапиде На Весте Конечно Переключение Сложно Оценить Здесь Коробка Какая-то Более Адекватная Переключения Как будто У нее Более Четкие И Более Быстрые После 110 Опять же У всех Идут Аэрономические Завихрения Прямо Слышно Но здесь Климат Чуть похуже Работает Чем в Рапиде Потому что Здесь Климат Как бы Задувает 22 градуса И сейчас Вот я чувствую Холодные потоки На Рапиде И даже На Весте Он как-то Был Более Объемный Солярис Ощущается Как более Такой Комфортный Автомобиль По сравнению Со Шкодой То есть Шкода Как будто Такая Более Такая Спортивно Городская Это Такой Чуть Замедленная Реакция У него Чувствуется По рулю Так Включаем Шестую Передачу Разгоняемся До 120 120 На 120 На Шестой Передаче Ну так же 2500 Как и на Рапиде 1.6 Идентично Переводим В D Попробуем Немножечко Пройти Крены Конечно Есть Да Даже На 110 Машина Чуть Виляет Но Дугу Держит Лучше И сносы У него Намного Позже Чем У того Ж Самого Рапида И едем На Плохую Дорогу На 60 Мне кажется Вот этот Рестайлинг По Настройкам Стал Более По подвеске Стал Более Энергоемкой Чем Чем Предыдущее Поколение То есть Он Машина Мне кажется Стала Чуть Помягче Вот Это Вот Идеальный Баланс Между Вестой И Рапидом Все Таки Скорость Прохождения Вот Моральная Пониже Но Более Собранная Шасси По сравнению С Вестой То есть Она немножечко Кренется Побольше И Связь По рулю Здесь Лучше Поэтому Я все же думаю Что Вот Именно Шасси Соляриса Оптимальная Ну Блин Ну Как так Не ехать То Можно Ну Давай Ну Получше Чем 1.6 Едет На Рапиде И Вообще Солярис На Шести Ступки Или Киа Рио Всегда Была Таким Городским Стрит Рейсером В свое Время До Этого У них Были Четырех Ступки Стояли Но На Шести Они Начали Ехать Очень Быстро Так Авто 22 градуса Ну Что Ой ДСГ Чувствую Сразу Такой Небольшой Тупняк С места У нее Как будто Ты нажал На струну И потом Какой-то От струны Рычаг Пошел Всегда Так На ДСГ Тут Кажется Легче Руль За счет Формы Руля Может быть Или Кожа Какая-то Более Толстая Кому-то Тут Легче Руль Вот Ощущение Блин Тупняк Вот ДСГ Сначала Идет Ах Как Переключает Ну Зеркала По форме Похожи На Шкоду Максимально Эффективные С интересной Формой Но Совершенно Меняет Двигатель И коробка Этот автомобиль Совершенно Меняет Даже у них Пружины Амортизаторы У Рапида И у Фольксвагена Одного Бренда То есть Одинаковые Компании Они Взаимозаменяемы Но Насколько Коробка И мотор Меняет Поведение Автомобиля Ну А так же Вот Я просто Вот тут Я ехал 110 Тут уже Незаметно И оказывается Тут 120 Думаю Что-то Как-то Слишком Шумно После 100 Тут уже После 120 Ну Крены Конечно Блин Все-таки Шасси Недостаточно Удобное Для Этого Мотора Крены Прямо Вот Видите Как он Хоп Идет Вот Я бы Сюда Я бы Тут Чуть Пружины Зажал На Этом Машине Поставил Какие-нибудь Даже Винты Сюда Поставил Теперь Я После Двинаря Знаю Там Все Про Винты Как Их Регулировать Вот Это Блин Резина Еще Непонятно Реакция Проблема Этого Шасси В том Что Почему Я Непонятно Этой Тележки Можно Назвать В том Что Очень Легкий Руль Вот Такой Ваговский Вот Вот Он А Сама По себе Тележка Автомобиля Она Очень Кренется И Вроде Ты Думаешь Что Ты Сейчас Ожидаешь Такого Уже Моментального Реакции Вот Как Руль Реагирует На Твое Усилие А Сама По Себе Телега На Это Не Не Реагирует То есть Она Кренется Поэтому Какой-то Такой Когнитивный Диссонанс У нас Появляется И Кажется Что Машина Очень Валкая Ну Тормоза Тут По-ваговски Хочется Чтоб Были Конечно Блин Вот Как Вот Я Люблю На Таких Пол Седанов Вот Встречать На Чуваков На Всяких Таких Мерседесах Двухлитровых Сейчас Проверим На Что Способна Наша ДСГ Разгонимся На 120 По Шумоизоляции То же Самое Что И Рапид Я Вот Не Чувствую В Рапиде Шумоизоляцию Дополнительную И На Семи Ступенях У У нас ДСГ Ну Так же Двое Два С половиной На Седьмой Ступени То есть По Трассе Что Шестиступенчатый Автомат Что Ваша Замечательная Деку 200 Здесь Какой-то Мудила Камеру Поставил Ну Ёпта Стоит Опять Что По Трассе Что Шестиступенчатый Автомат Что Ваша Семиступенчатая Так Назваем Преселектив По Расходу Будут Одинаковые На 120 везде 2500 Оборотов Давайте Проверим Энергоемкость Но я хочу Еще в спорт Режиме Поездить По кольцу Прям Невозможно Оп 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 Долбанная Сема Стабилизации Блин Ну как Она не вовремя Работает Давай 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 Оп Оп Блин Долбанная Сема Стабилизации И Тормоза Ватные В общем Вот Полуседан Так По прямой Едешь в городе Ты кайфуешь По дороге Совсем Конечно По энергоемкой Блин Скорость Конечно Быстро Набирает 60 И Как и в Рапиде Тут намного Быстрее Передаются Все Пробои На руль И Ты чувствуешь Вибрации Больше Здесь Хотя Теоретически Колесная База У них Должна Быть Больше Чем На Солярис 60 Идем Хоп Хоп Так же Жестко Так же Жестко Газ В пол Ну Тут Конечно ДСГ Спорт Режим Все Делает За вас Но Когда Ты едешь По узкой Городской Дороге Он Кажется Валит Когда Ты Въезжаешь На Широкую Какую Такую Прямую Да Уже Кажется Динамики Не Хватает Ну Сейчас Посмотрим Дрэк Рейсинг Я думаю Все Решит 160 И так Дорогие Друзья Какие Можно Сделать Выводы Во-первых По внешности Если Вы досмотрели До конца Проголосуйте Наверху За Один Из Автомобилей Посмотрите Кому Какой Автомобиль Больше Нравится Потому Что Мнение Большинства В любом случае Определяет Успешность Дизайна Кому Нравится Веста Кому Нравится Солярис Кому Нравится Пола Но Солярис Действительно Хорош Будет В черном Цвете Потому Что Он Самый Широкий Визуально И Смотрится Так Размашисто Очень Поэтому Если Вы Меня Спросили Какой Автомобиль Я Купил Прямо Сейчас Я Бо Конечно Очень Долго Думал Для Каких Целей Мне Нужен Автомобиль Потому Что Для Кого То Важна Динамика Для Кого То Важен Салон Комфорт В салоне Для Кого То Важна Рулежка Но Что Касается Рулевого Управления И шасси Энергоемкости В целом Ездовой Комфорт То Сейчас Вы Видите Сначала Звуковые Так Как Мы Еще Не Все Обработали Звуковые Параметры По Тишине Во Во всех Автомобилях По Вибрации Вы Сейчас Тоже Это Видите По Вибрации Что Показал Примерно Прибор Но Значение Здесь Настолько Пример Плюс Минус Одинаковый Что Даже Шумоизоляция На Этом Автомобиле На Рапиде Не Особо Влияет Поэтому Плюс Минус Все Одинаковое По Вибрации Но Тележка И Урулежка Управляемость Именно Для Автомобиля Б Трансформация Удобство Задних Пассажиров Мне Понравилось Конечно Вот В Рапиде Седане В Рапиде Пол Я не Понимаю Почему Это Полуседан Называют Потому что Это Лифтбэк Все Так Эти Два Автомобиля Что Полуседан Что Рапид Продуманы Лучше Оснащены Лучше У них Несмотря На То Что У них Сзади Больше Места У них Больше Моментов Они Лучше По Трансформации Да Но Мне Не Очень Понравилась Конечно Эта Тележка Потому что Она Кренется Она И Пробивается На Неровностях Это Эти Автомобили Больше Для Мегаполюсов Крупных Где Нужен Легкий Руль Просунутся Но Не Для Высоких Скоростей Не Для Разбитых Дорог Конечно Солярис Это Конечно По Универсальный Автомобиль Он И Немножечко Помягче И Рулежка У него Адекватная И На Плохих Дорогах Ведет Хорошо По Динамике Опять же Есть Большое Преимущество У Вагов То Вы Всегда Можете Если Вас Волнует Динамика Просто Заткнуть Всех И взять 1.4 Конфигурацию С DSG Такая же Конфигурация Доступна И У Шкоды Вы Будете Доминировать Даже В D Классе Вы будете Объезжать Автомобиль Потому что Сейчас Я проехал С отключенной Системой Стабилизации Машина Едет 8.8 В D Классе Мало В D И C Классе Мало У вас Будут Соперников Потому что Все Едут Достаточно Слабенько Киа К5 Не едущая Абсолютно Суперб Может быть В эти деньги Это все равно С К5 Не поедет Камри Не едет 2.5 Вы на этой Машине Будете Объезжать Практически Все Переднеприводные Седаны Еще Если Прошвете Будете Доминировать Пока Шкода Октавия Не вышла Конечно Я не знаю Что бы Я выбрал Но Я думаю Что все Таки Идеального Здесь Автомобиля Нет Что касается Веста То Мне она Очень Мне Не понравилась Как Сделал Владелец Эти Диски Эти Расширения В общем Именно На Проставках Она Веста Очень Хороша Как Задумка Но Ей Не Хватает Немножечко Доделанности То есть Ей Зря Конечно Нам Не дали Максимальную Комплектацию Чтобы действительно Оценить Что такое Кожаный Руль Что такое Комфорт Что такое Максимальная Комплектация Но Они сказали Что у них Нет Ну Может Быть Вполне Может Быть И нет Поэтому По Клирунсу Вот Для Регионов Для Проселочных Дорог Веста Прям Хороша Копейки Чинится Достаточно Нанежные Агрегаты Хороший Двигатель Но Ей не хватает Нормального Автомата На автомате Она бы ехала Хорошо Но и с вариатором Она объезжает Практически Здесь всех Кроме Пао-седана Поэтому Я не знаю Для кого Что важно Но все-таки Если бы я жил В городе В крупном Мегаполисе Я бы Естественно Взял Пао-седан Если бы Это был Регион Я бы взял Солярис Потому что Там и На дальняк Например Ездил Но Весту Я бы взял Для души Не знаю Может быть Дорабатывать Веста Такая тачка Которая Нужно Дорабатывать То есть Ей нужно Постоянно Дорабатывать И Что-то Вот У меня Фантазия Играет Вот Хочется Колеса Побольше Гудрич Поставить В общем Так У Соляриса Проблема С салоном В том Что Старый Не хватает Дизайнерской Продуманности То есть Немножечко Не хватает Хотя у нас Максимум Что может быть Но Солярис Все-таки Немножечко Проигрывает Поэтому Все Я все Рассказал Думайте Сами Для чего Вам нужен Автомобиль Что вы В нем Цените Я буду Для вас Испытывать Спасибо Вам большое За внимание Ставьте лайки И до встречи